В общем-то, моя дочь приехала в гости на 5 дней и должна была сегодня уехать, ну как, 14-го числа. А 13-го мы вчера поужинали, и она пошла искупаться, привести себя в порядок, как бы в дорогу. Зашла в душ, и тут вот это вот потолок 3 на 2, 3 метра на 2 метра упал, сантиметров по 5, ну, сам слой 5-сантиметровый. Ну, это все рухло, конечно, ее там немножко придавило, она еле-еле выползла, открыла сама душ, кровь с нее льет, кричит, помогите, помогите, мамочка, мамочка, вызывайте скорую. Это хорошо, что мой муж сидел в коридоре и увидел, выскочил, подскочил к ней, она потеряла сознание. Ну, мы вызвали скорую, вызвали полицию, чтобы как бы зафиксировали, что это, ну, не драка там, не какой-то, вот именно обрушение потолка. Скорая приехала, забрали ее в БСМП на Красноармейской, наложили швы, у нее там 3 сантиметра, значит, шов и 5 сантиметров. Я живу 23 года в этом доме, у нас проблема постоянная, мы уже бьемся, у меня, я многодетная, в общем, мама, у меня четверо детей, моему сыну было 14, и дочке было вот 3 годика. И вот мы с этого времени постоянно говорим, что у нас никто не ремонтирует, у нас развалилось строительное управление 101, ну, как бы, обанкротилось, и мы остались, как бы, на произвол судьбы. Нас взяли управляющая компания, и каждый год нас меняли, меняли, то одна компания, то вторая, то третья. На содержание, за содержание жилья мы платим, а толку никакого. И вот мы за последние 3 года стали трещать стены, вот расходится дом пополам, у меня в комнате рука пролазит, между комнатой и коридорчиком пролазит рука. Вот представляете, ночью спим и треск, треск у меня, уже мы ложимся, молимся, вот вы не поверите, чтобы встать утром живыми и здоровыми. Вот представляете, как дети, вот все так, все так дети, и вот все соседи, и вот сейчас ходим и смотрим на потолок, но это разве жизнь? Я и билась, я как старшая по дому, где я только не ходила, куда я только не обращалась. Нас, во-первых, заставили приватить, ну как заставили, просили, чтобы мы приватизировали, мы практически, практически все приватизировали. Теперь, а почему вы довели такой дом до такого состояния? Нет, простите, разве это мы довели? Это довели управляющие компании, которые нас каждый год брали и каждый раз, каждый год меняли. С марта месяца, 15-го года мы находимся никому, вот между небом и землей, мы никому не принадлежим. Вот сейчас у меня ребенок пострадал, да, ей 30 лет, ну понимаете, это мой ребенок. Я сама поднимала эту девочку, чтобы она приехала домой к маме и получила такую тяжелейшую травму. Ей нужно ехать на работу, все, теперь она сидит на больничном. Вообще-то как? Мы написали в полицию заявление, показания, приехала подполковник, полковник, они все посмотрели, приехали участковые, следователи, они все посмотрели, записали наши показания, что все действительно обвалилось, обрушился этот потолок на голову человеку. Ну в общем, сегодня уже мы повезли ее на БСМП, невропатолог говорит, надо теперь снимок головы, потому что они боятся за череп, боятся смещения костей, ну вот сейчас не знаю, должны приехать.